Драматический триумф. Сразу две золотые маски взяли театры Самары и Новокуйбышевска. Не отличишь от настоящей, в Самаре чаще всего подделывают пятитысячные купюры. Как распознать фальшивку? Миллион алых питуней в этом году в Самаре высадят еще больше цветов. Золотая маска объявила победителей. Долгожданное награждение состоялось накануне на сцене музыкального театра имени Станиславского и Немировича Данченко. В этом году номинация была как никогда много, 290-й. Самара не ударила в грязь лицом. На конкурс были представлены три театра из Самарской области. Два из них привезут домой заветные статуэтки. Театр-студия «Грани» из Новокуйбышевска отметили за лучшие костюмы спектакли «Корабль дураков». Премию получила художник Елена Соловьева. Театр драмы имени Горького из пяти номинаций взял лучшую мужскую роль второго плана в музыкальном театре. Лауреатом стал заслуженный артист России и народный артист Самарской области Владимир Гальченко. Нам удалось связаться с ним по телефону и в следующих выпусках вы услышите его эксклюзивное интервью. Избушка на курьих ножках. Архитекторы Самарского политеха создали первый шагающий офис. Пока такие мобильные конструкции есть только в виде прототипов, но шагающие офисы могут в будущем решить проблему нехватки дешевых площадей для маленьких компаний. КС-13, так называется проект, создавался по принципу строения конечностей млекопитающих и насекомых. В некоторых модификациях объекты приводятся в движение только при помощи мускульной силы человека, в других устанавливаются электродвигатели. Сейчас их изготавливают из фанеры, в перспективе планируется использование металла и бетона. В 2013 году Антон Раков и Юлия Ратиева начали работать над роботом, и вот первая разработка увидела свет. Полторы тысячи преступлений, связанных с оборотом фальшивых денег, произошло в Самарской области. В прошлом году эксперт отмечает, что производство липовых купюр растет в период кризиса. В России подделывают рубли от пятитысячных банкнот до пятирублевых монет. С валютой не связываются, ее нет в ежедневном обороте. Больше всего под прицелом фальшивого монетчика в крупные деньги. Как распознать подделку и что делать, если она оказалась в ваших руках, разбиралась Олеся Корецкая. Фальшивые деньги побывали в руках у каждого, только не все об этом узнали, говорят эксперты-криминалисты. За три месяца этого года в Самаре было больше трехсот попыток сбыть ненастоящие деньги. Чаще всего подделывают пятитысячные, они меньше бывают в ежедневном обороте. На втором месте купюры в тысячу рублей. Если кажется, что купюра фальшивая, первое, что нужно сделать, обратить внимание на качество изображения. У подделки оно низкое, картинка смазанная или мутная. Затем нужно посмотреть на просвет. Водяной знак должен быть четкий и двухтоновый. И обязательно должна быть вот такая фольгированная полоска внутри купюры. Ну а еще, говорят, подделки определяют по хрусту, но для этого нужно иметь музыкальный слух. Качество подделок растет, признают эксперты. Но есть признаки, которые фальшивым монетчикам пока не удалось освоить. Есть такая вот виньетка. Мы начинаем ее смотреть в косвопадающих лучах. Там появляется две буквы «Р». Российский рубль. На фальшивых денежных купюрах такого нету, кип-эффекта. И вот такая также есть виньетка овальной формы. Когда мы начинаем ее смотреть на просвет, там начинают бегать линии. Если к вам, грубо говоря, попал поддельный денежных купюры, то необходимо сразу обратиться к сотрудникам полиции, либо к банковскому учреждению, но если вы сомневаетесь ее в подлинности, чтобы вас банковские сотрудники отдали ее на экспертизу, проверили, является она подлинной, либо нет. Сомнительные купюры отправляют на проверку в экспертно-криминалистический центр. Деньги приходят у нас часто. Проверяются сначала визуально, то есть на ощупь проверяются, смотрятся цвет передачи, способ изготовления визуально. На помощь человеческому глазу приходит спецтехника – автоматические детекторы с интеллектуальным антистокс-контролем. Ультрафиолетовые и инфракрасные лучи высвечивают подделку мгновенно. Подобными приборами оборудованы все крупные торговые сети. Специалисты советуют, при получении фальшивки не стоит избавляться от нее на рынке или в ларьке, иначе из пострадавших человек переходит в разряд соучастников. Наказание за это преступление – до 15 лет лишения свободы. Олеся Корецкая, Константин Головин. События. Далее, коротко о других событиях дня. В Самаре следователи возбудили уголовное дело по факту смерти шестимесячной девочки в больнице Симашко. По словам родителей, ребенку стало плохо вечером 24 февраля, когда у нее поднялась температура и началась рвота, они вызвали скорую. Маму с ребенком привезли в детскую клиническую больницу номер один. Там диагностировали инфекцию и отправили в больницу Симашко. Медсестра поставила девочке укол, после которого ребенку стало еще хуже. В 11 часов малышку забрали в реанимацию, а через полчаса констатировали ее смерть. Экс-депутата Владимира Сюсина приговорили к пяти годам заключения. Стороны намерены обжаловать приговор. Суд Кировского района Самары переквалифицировал обвинение со статьи получения взятки на покушение на мошенничество. Находившегося во время процесса под домашним арестом Владимира Сюсина взяли под стражу в зале суда. Напомним, Сюсина обвиняли в получении взятки в особо крупном размере. Якобы он требовал у знакомого Валерия Аникина, которому бывший депутат, предположительно, помог сохранить незаконно установленную автомойку, регулярные вознаграждения и бесплатную мойку авто для себя и семьи. В Толете пассажирский автобус улетел в Кювет в зеленой зоне города по направлению в сторону центрального района. По словам очевидцев, в Кювет рядом с остановкой улетел пассажирский микроавтобус, следовавший по маршруту номер 93. О пострадавших не сообщается. Реконструкция Московского шоссе выходит на финишную прямую. Сегодня рабочие заканчивают заливку основания последней секции путепровода, который уже этой осенью свяжет потоки транспорта, движущиеся по Московскому шоссе под проспектом Кирова. После этого останется возведение подпорных стенок и отделочные работы. Сейчас вдоль проезжей части уже устанавливают бордюрные камни. На разделительной полосе, на участке от улиц Димитрово до Ташкентской и в районе поселка Мехзавод начали выкладывать тротуарную плитку. Финальный фасад Московское шоссе приобретет ближе к маю 2018 года. Областной Минтранс ищет подрядчика, который проверит состояние всех мостов в нашей области. Победитель должен проверить состояние 170 конструкций. Общая протяженность мостов – 10 километров. Они расположены в 25 районах области. В Кенельском районе проверят 23 моста, в Кенель-Черкасском – 18, в Красноярском – 15, в Челновершинском – 10, а в Ставропольском и Сезаренском – по 9 мостов. Максимальная стоимость за проведение работы составляет 10 миллионов рублей. Площадь цветников в Самаре в этом году увеличится на треть. Всего яркими сальвиями и бархотками украсит 28 тысяч квадратных метров. Когда в городе появится первая красочная клумба, главное где – знает Лариса Шалафаст. Полтора миллиона маленьких саженцев пестрым ковром расстилаются по столам теплицы. Совсем скоро эти сальвии, тагетисы, пеларгонии и агератумы украсят улицы, парки и скверы города. В этом году специалисты высадили больше 40 видов цветов. Подбирали тщательно, чтобы яркие клумбы как можно дольше радовали горожан. Питуния, например. Очень много сортов питунии и цветовая гамма большая. Она выдерживает загазованность города, выхлопные газы, а также может выдержать солнце, когда у нас очень солнечная погода. В этом году в рамках муниципальной программы «Цветущий город» площадь цветников увеличена на треть. В общей сложности она составит больше 28 тысяч квадратных метров. В два раза увеличится количество подвесных кашпо вдоль улиц. Цветники появятся на гостевых и туристических маршрутах. В парках будут уже традиционные ландшафтные композиции. Также в этом году готовят новинки. Основное внимание уделено общеградским объектам, как я уже сказал, гостевым и туристическим маршрутам. Будут установлены новые скульптурные композиции. Только в этом году будет установлено 16 новых топиарных скульптур, посвященных футбольной тематике. Ярким цветом Самара зацветет уже к 9 мая. Полностью украсить город планируется до конца июня. Лариса Шлафас, Дмитрий Мешканцов, События. «Язык дружбы» – так назвали новый волонтерский проект в Самаре. Во время чемпионата мира по футболу об истории уникальных особенностях города экскурсоводы смогут рассказать и гостям с нарушениями слуха. Как сурдоперевод поможет привлечь туристов, знает Марина Кравцова. Как рассказать об истории Самары без слов? Необычные занятия проходят в Центре подготовки городских волонтеров чемпионата мира по футболу. В зале – будущие экскурсоводы. Им предстоит провести по самым интересным уголкам города – слабослышащих туристов. В помощь – новшество. Специальный портфель, где наглядно показано, о чем идет речь. Я могу для женщин очень много объяснять разницу между ИЛ-2 и МИК-3. Мне значительно проще просто показать. Опять же, мы можем много говорить об архитекторах. Ну вот, например, это здание построил какой-то архитектор. Какой смысл об этом говорить, если можно показать. Вот. А для ребят, которые будут проводить занятия, это тоже упростит задачу. Преподаватели курсов – известные экскурсоводы и специалисты по языку жестов. Они учат сурдопереводу. Всегда это было интересно. Это другой язык, особенный язык. А среди волонтеров – как обычные студенты, так и ребята с нарушениями слуха. Среди ребят с нарушением слуха большинство мальчики. Они все увлекаются очень футболом. Мы подумали так, что к нам приедут много гостей, у которых есть нарушение слуха. Есть переводчики с английского сопровождающего, с французского. А вот для того, чтобы люди с нарушением слуха сопровождают жестов, таких нет. Экскурсовод, владеющий и сурдопереводом, и в мировой практике редкость. Для Самары это еще одна возможность повысить туристическую привлекательность. А для ребят не только лучше узнать родной город, но и овладеть уникальным умением общаться без слов. Марина Кравцова, Григорий Плешаков, События. Это далеко не вся картина дня. И вот о каких событиях наши журналисты готовят репортажи для следующих эфиров. От рыбы до зефира, чем торгуют незаконные самарские лоточники. Есть такая профессия, родину защищать. В день призывника боевые офицеры рассказали молодежи, зачем нужно идти в армию. Боях без правил, все же есть правила. Серебряные медали на чемпионате ПФО у самарской сборной. Сегодня в 19.30, сразу после вечернего выпуска событий, в прямом эфире нашего телеканала выйдет программа с участием главы Самары. Разговор затронет темы, касающиеся генеральной уборки города. Будут подведены первые итоги месячника по благоустройству. Также в числе важных вопросов ремонт дорог, благоустройство общественных зон, подготовка к чемпионату мира по футболу и многое другое. Звонки в студию принимаются по телефону 202-11-22. На этом наш выпуск завершен. Мы рады вам сообщить, что у нас уже более 12 миллионов просмотров на Ютьюбе. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Удачи вам! Увидимся! Субтитры создавал DimaTorzok